Переписывание истории, казалось бы, широко обсуждаемый факт, однако масштабы лжи не перестают удивлять. Казалось бы, зачем кому-то врать про динозавров? Какой смысл? И кто будет в этом копаться, однако, как в любом детективе, стоит только потянуть за ниточку? Динозавры. Что мы о них знаем? Только то, что они были. Ну и все, что нам поведали в игровом кино. Всякие парки юрского периода, путешествия к центру земли, ледниковый период и немножко канала ночного географии. Мир тогда был настолько суров, что повсюду властвовали только динозавры. Млекопитающих не было от слова совсем. Они бы не продержались в суровых джунглях и одного дня. Все видели в научно-популярных и игровых фильмах самых огромных хищников того времени – тираннозавров. Огромная и беспощадная машина смерти. Зубы размером с ладонь взрослого человека каждый. Челюсти, способные перекусить лошадь пополам. Ну и само собой платоядны. В общем, все понятно, жуть да и только. И за этим, вроде бы очевидным фактом, скрывается чудовищная ложь. Нет, я, конечно же, не буду утверждать, что тираннозавры кушали травку. Само собой, они питались плоти. Но как они это делают? Вот вы, лично вы, хищник? Нет. Но при этом питаетесь мясом. Если, конечно, вы не веган. В любом случае, ваш организм приспособлен к перевариванию мяса. Среди зубов есть небольшие кульки, а глаза находятся в передней полусфере, что обеспечивает так называемое бинокулярное зрение, характерное для охотников и хищников. Тем не менее, если поместить вас без оружия в тайгу или джунгли, то, скорее всего, вы никого не съедите, а съедят вас. То есть, вы не хищник, но охотник. Разница в том, что хищников природа снабдила всем необходимым не только для выслеживания цели, но и успешного ее уничтожения. Поэтому давайте бегло пробежимся по характерным чертам хищников мезозойского периода, чтобы найти эти признаки. Первое. Глаза. Способность обнаружить цель, сфокусировать на ней внимание и в решающий момент определить точное расстояние для прыжка или атаки является одним из важнейших признаков. Для этого служит так называемое бинокулярное зрение. В этом случае глаза находятся в передней полусфере черепа. Если хищник видит жертву, то когда смотрит на нее обоими глазами, образуется треугольник, в котором две вершины треугольника – это глаза хищника, а третья вершина – жертва. Мозг производит вычисления. Он знает расстояние между своими глазами и угол их наклона, и благодаря этому вычисляет точное расстояние до жертвы. Вы тоже можете посчитать это по теореме Пифагора на листочке, но если вы не учились в школе, не отчаивайтесь. Мозг все равно делает это в миллион раз быстрее вас. Это называется триангуляция. У травоядных же глаза расположены по обоим сторонам черепа, что обеспечивает большой угол обзора, но не дает понятия о расстоянии. Да оно и не нужно. Есть хищник – беги. Нет хищника – жуй травку. Так что же мы видим у тираннозавров? Да и у остальных так называемых хищников – алазавров, торбозавров и так далее. Глаза на обоих сторонах черепа, как у лошади. Странно, правда? Второе. Ноги. Они же задние лапы. Если вы обнаружили цель, это еще не значит, что вы ее сразу съедите. Для начала неплохо было бы сблизиться на расстояние укуса. А для этого жертву надо еще догнать. Жертва же не будет послушно ждать. А это значит, что у вас должны быть не только мощные и быстрые ноги, но и способность маневрировать. То есть совершать быстрые и резкие повороты, разгоны и торможения. Посмотрите, как это делают четвероногие хищники. Двух ног для этого слишком мало. Как бы ни была идеально сбалансирована ваша двуногая система, но если у вас нет второй пары ног, то со стопроцентной вероятностью при резком повороте на большой скорости или торможении вы будете тормозить челюстью об землю. В многом времени возможны только плавные повороты на большой скорости, что категорически неприемлемо для хищника. Однако никаких признаков рабочей передней пары лап у тираннозавров нет. Любопытно. Но ученые решили для себя этот вопрос просто. Якобы у диплодоков, на которых в те времена в основном охотились тираннозавры, было настолько огромное тело, что сигнал по нейронам от хвоста до головы шел несколько секунд. А за это время хищник успевал откусить полхвоста и убежать с добычей в лес. Вы тут представьте, как это смешно выглядело. А если в этот момент бронтозавр случайно повернулся бы и завалил тираннозавра на землю? Как тот поднимался бы? Не говоря уже о том, что сигналы по нейронам на самом деле ведутся скоростью электрического импульса, то есть почти со скоростью света. Но предположим, что наш хищник успешно добрался до жертвы и также успешно атаковал. Что дальше? А дальше любой уважающий себя хищник должен максимально быстро и эффективно убить противника. Значит, просто укусить куда попало не годится. Желательно сразу перегрызть шею. Хвост – это несерьезно. Для выполнения этой задачи нужно точно прицелиться и финальным прыжком направить свою радостно открытую пасть точно в шею. Далее возможно два развития событий. Первое – промах. В таком случае надо очень быстро подняться, перегруппироваться и прыгнуть снова. Либо второе – удачно вцепиться в шею и держаться на ней, пока жертва не потеряет достаточно крови и не умрет. У хищников именно для этой цели служат клыки. Они как крючьями зацепляются за ткани и плоть, не давая хищнику отцепиться от жертвы. Давайте наберемся смелости и все-таки посмотрим на такие пугающие зубы тираннозавров. Что мы видим? Среди страшных и острых, как бритва зубов, нет клыков, ни одного. От слова совсем. Четвертое – руки, они же передние лапы. Ну, допустим, наш ужасный аллозавр все-таки уцепился за добычу и теперь ждет, когда жертва умрет. Продержаться надо всего-то несколько секунд. Но все это время добыча, тоже, кстати, немаленькая по размерам, будет яростно сопротивляться, прыгать, кататься по земле, дергаться в конвульсиях, пытаясь скинуть своего убийцу. Помните, я говорил про клыки, что они зацепляются, как якоря? Так вот, это все равно не поможет удержаться, если хищник не сумеет застопорить эти свои якоря. И тут на помощь приходит передний лап. Они надежно фиксируют положение места укуса относительно собственных челюстей и не дают жертве вырваться. Что же мы видим у тираннозавров? Да они просто издеваются над здравым смыслом. У них настолько неразвиты передние лапы, что их почти что совсем нет. Если к этому моменту вы еще не догадались, к чему я планю, то давайте суммируем все вместе и составим фоторобот типичной жертвой тираннозавра. Итак, жертва никогда не чувствовала опасности. Никогда не убегала. Никогда не сопротивлялась. Никогда не пыталась вырваться. Что я только что описал? Правильно. Я описал труп. Другими словами, практически все столь ужасные хищники мезозойского периода были простыми падальщиками. Да им и не нужно было охотиться. Вы только представьте себе бронтозавра весом 150-200 тонн. Они ведь когда-нибудь умирали, верно? И если наш тираннозавр находил труп такого левиафана, то он спокойно мог питаться им несколько месяцев. Такие пугающие нас зубы идеально подходят на роль хирургической пилы для перегрызания толстых костей. Такие маленькие лапки идеально подходят только для одной цели убирать изо рта мешающие остатки пищи. Ну и почесывать животик. А что, динозавры тоже хотят любви и ласки? Внимательный и начитанный зритель может мне возразить и привести в пример крокодила. Ну что ж, справедливо. Крокодил, безусловно, хищник. И на его примере можно проверить все, что я сказал раньше. Глаза расположены лучше, чем у тираннозавра, но все равно не точно впереди. Поэтому крокодилу необходимо подкрасться к жертве чуть ли не вплотную. Издалека атаковать он физически не способен. Передние лапы есть. И только благодаря им он затягивает жертву на дно. Зубы также острые, но без клыков. Благодаря чему наносит очень тяжелые увечья. Но жертва частенько вырывается, даже получив смертельную травму. Но и несмотря на наличие четырех лап, все равно не способен преследовать жертву. И в конце концов, добычу он утаскивает на дно. И в большинстве случаев ждет несколько дней, пока добыча начнет гнить. И только потом начинает ее есть. Так что противоречий нет. Крокодил гораздо больше хищник, чем тираннозавр. Но все равно предпочитает падаль. Есть еще одна причина, по которой рептилии не охотятся в прямом смысле слова. Они хладнокровные. Для бега за добычей и атаки необходимо много энергии. У хладнокровных рептилий с этим проблемы. Метаболизм не позволяет им переваривать белок и жир без вреда для себя. А вот млекопитающим эти компоненты как раз наоборот, жизненно необходимы. Наш метаболизм в 20-30 раз быстрее, чем у рептилий. Кстати, я забыл упомянуть про строение черепа. У всех хищников и крокодилов, и волков, и львов череп сплошной. Это важно, поскольку даже самая невинная антилопа может случайно извернуться и ткнуть копытом или рогом куда попало. Сами понимаете, получить рогами в глаз это малоприятно. Тогда вместо вкусного обеда можно и самому сыграть ящик. Поэтому защита головы это важно. Но только не в случае с тираннозаврами. Такое строение черепа характерно для облегчения скелета. И встречается, к примеру, у птиц. Но чтобы хищник, да любой трицератопс, попав своим длинным рогом в эту дырку, немедленно выковыривал у ящера мозг. Устойчивость. В природе все взаимосвязано и ничего не делается просто так. Любое живое существо это совершенная инженерная конструкция, учитывающая все законы физики и использующая внешнюю среду обитания по максимуму. Тело живого существа является собой тончайший сбалансированный механизм. Особенно, если животное передвигается на двух ногах. Незначительный наклон вперед или назад заставляет тело падать и, выставляя ногу вперед, животное начинает двигаться. И чем быстрее оно хочет двигаться, тем больше нужен начальный наклон. Чтобы стоять на месте напротив, нужно занять сбалансированное положение. А чтобы резко изменить направление движения, нужен балансирующий груз. В случае с человеком это руки. А что в случае с тираннозавром? Другими словами, настоящие хищники это млекопитающие, а не рептилии. Да вы сами посмотрите, что происходит, когда сталкиваются крокодилы и настоящие хищники. И даже если бы рептилоиды существовали на самом деле, то это не мы, а они должны с полным основанием бояться нас. Именно мы, млекопитающие, самая страшная угроза для любых рептилии. Ну и судя по тому, что мы не видим вокруг рептилоидов, они нас действительно боятся. Так что же получается? В мезозойскую эру не было хищников. Были. И у них было все в порядке и с черепом, и с глазами, и с передними лапами. И устойчивость была в порядке. Вот они. Но тогда зачем нас пугают торбозаврами? Сложно сказать. Давайте посмотрим в природе, у кого встречаются те же признаки, что и у тираннозавра. Строение черепа такое же, как у птиц, хамелеонов и лягушек. Передние лапы. У кого же такие лапы? Не поверите. У страуса. Другими словами, тираннозавры, скорее всего, были огромными нелетающими птицами вроде страусов. С перьями и крыльями для балансировки и торможения. И питались они, скорее всего, насекомыми. И судя по тому, что они были довольными длительными, не удивлюсь, если у них был язык вроде хамелеона или лягушки. Тяжело поверить, правда? Но тогда скажите мне, а кто же тогда в юрском периоде питался насекомыми? Теми, которые были метр-два в длину? Никто. Точнее, ученые говорят, что это делали мелкие млекопитающие грызуны. Но не уточняют, каким образом эти грызуны справлялись с муравьями в 5-10 раз больше самого себя. Так зачем же ученым врать? Очевидно же, что на роль поедателя бронтозавров, диплодоков и других громаднозавров идеально подходят саблезубые тигры. Но кто-то решил все перемешать. Млекопитающих сделать поедателями насекомых, а поедателей насекомых рептилий, поселить в освободившуюся природную нишу. Могу только предположить, что для одной единственной цели сознательно растянуть эволюцию на миллионы лет и разбросать живших одновременно животных по разным эпохам. Зачем? Я снова не скажу. Даже для того, чтобы предположить, нужно восстановить как можно больше кусочков этой мозаики. Наступила эпоха недоверия. Продолжение следует. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей вы видите вы сбой, то не стесняясь четко, грамотно и без запинок оставьте под видосом гневный комментарий свой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok